Замкнутая гладкая крива и какая-нибудь другая. Она может пересекать, может не пересекать, себя может пересекать. Где кривые? Вы можете ставить такой вопрос. Сколько существует точек пересечения? Ну, посчитаем. Некая величина Т. От слова двойная, да? Сколько существует точек пересечения? При этом какие не считаем. Считаем только точки, лежащие на двух кривых сахарах. Что такое внешние касатели? Это когда у нас первая кривая с одной стороны, вторая, и они по одну сторону отрыгнут. А бывает внутренние касатели. Это вот что такое. Когда первая кривая так проходит, а вторая с другой стороны. Я назначу количество вот таких прямых Т+. Да, не сказал, но надеюсь, что это понятно. Имеются в виду кривые общего положения. Что это значит? Это значит, что когда микророда не может быть, что и здесь тоже коснулось. То есть, если можете хоть чуть-чуть, чуть-чуть пошевелить конструкцию так, что это исчезнет, то вот таких эффектов пусть не будет. Например, запрещено, чтобы в одной точке несколько раз они пересекались в одной и той же точке. Просто тогда надо чуть-чуть подвигать, и это исчезнет. Запрещено, чтобы кривые касались. Потому что если они касаются, то чуть-чуть подвинули, и они перестали касаться. То есть, они либо пересекаться, это можно, либо не пересекаться, это тоже можно. А вот такие вот, которые исчезают прямые изменения, давайте, не будем, значит, обращать внимание, давайте их запретим, и вот посевелим так, чтобы их не стало. Так вот, количество таких касателей обозначено Т-. Оказывается, есть потрясающее, простое соотношение на эти кривычки. Формула такая. Внешний касатель – это количество внутренних касателей плюс количество точек пересечения этих кривых. Давайте я это сейчас покажу. Для этого мы осмотрим точку на одну из кривых, такую, чтобы луч касательный, проведенный из этой точки, не пересекал бы вторую кривую. Ну, даже, это лучше не луч, а вся прямая, что пересекала. Такая прямая найдется. Почему найдется? Ну, потому что к этим двум кривым, к всей этой конструкции, можно просто далеко-далеко взять прямую, приближать, и когда-нибудь она коснется, или одной, или другой. Если коснется одновременно обеих, и мы чуть-чуть повернем эту прямую, тогда коснется только одна. В общем, найдется такое положение. Давайте выберем один из этих двух лучей, потом мы осмотрим второй. Для начала вот эту кучу выберем, и будем к этой точке идти, таким вот фонариком светить вперед. Ну, сначала у нас нет ничего, у другой кривы нет точки пересечения. А в какой-то момент точки пересечения обойдут. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание, у нас сразу возникает касание и две точки пересечения. Дальше пойдем-пойдем. Когда мы будем нашим лучом проходить через пересечения, то две точки временно совпадут, но до этого было две точки, и сразу после этого опять две точки, да? Я не знаю, понятно ли. Мы все время смотрим на количество точек пересечения касательного луча к одной кривой с второй кривой. И таким образом сделаем полный оборот. Здесь очень важно, что при движении через точку пересечения происходит потеря ровно одной точки. Потому что он лучше пересекал, пересекал, а здесь вот он уже в этом месте не пересекает. Пересходит потеря ровно одной точки. При движении, то есть, когда у нас внешняя касательная, происходит приобретение двух точек. Когда мы дойдем до, наоборот, внутренней касательной, то у нас будет потеря двух точек. Давайте запишем. В принципе, когда мы сделаем полный оборот, то опять появится ноль. Значит, все наши приобретения и потери должны экспрепенсироваться. Отлично. Пришим такую формулу. Удвоенное количество внешних касательных минус количество точек пересечения минус удвоенное количество внешних касательных. Это неверно. Но, господа, на самом деле эта формула неверна. Неверна она просто потому, что, когда у вас есть внешняя касательная, вот смотрите, у нас лучше направлен сюда, 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 сюда. Я дохожу, и здесь я приобретаю точки. Отлично. Но, вот дальше я иду, 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 иду. А вот здесь луч, когда я иду, направлен туда. Поэтому у нас касание происходит, что называется, у нас спинухи. Понимаете, я сейчас осматриваю конкретное направление этого луча. А раз так, то некоторые касательные мы пройдем, вот как эту внешнюю касательную, мы пройдем, глядя туда, и вот эту мы прошли тоже, глядя туда, и добавляем спинухи. А некоторые касательные мы пройдем, глядя туда, и они будут у нас за спиной. Давайте я поставлю звездочку, для того, чтобы сказать, что это не все внешние касательные, а те внешние касательные, когда мы смотрели туда надо, а это вот не происходило нам за спиной. И с внутренними касательными то же самое. И после этого возьму вот эту, получу вторую, и обойду кривую уже так, глядя, что называется, туда. И те прямые, которые раньше, так сказать, у нас оставалось за спиной, наоборот, станут хорошими. А те, которые были хорошими, станут вот таким образом, вверх надо вторую точность. А теперь берем и складываем. Я сумел доказать довольно неожиданное равенство для количества внешних и внутренних касательных.